Добрый день! С вами Алексей Колчин и канал Getty Class. И сегодня я поговорю о том, что было только мельком затронуто в ролике «Течет ли переменный ток через конденсатор?», а именно о смещениях зарядов, которые происходят в этом процессе. И в этом ролике говорилось, что смещение составляет порядка одного микрона, а может быть даже меньше, когда электроны движутся то в одну, то в другую сторону. А в сегодняшнем ролике мы сделаем более развернутую оценку и покажем, что это действительно так. Рассмотрим ток, текущий по металлическому проводу. В данном случае ток представляет собой направленное движение носителей заряда электронов. И мы можем записать формулу для силы тока. Сила тока – это заряд, протекающий через сечение провода за единицу времени. Ну, представим себе, что течет у нас такая электрическая жидкость, и тогда за единицу времени электроны, которые были в этом сечении, успеют пройти расстояние численно равное их средней скорости. Ну, тогда понятно, что через вот это сечение протек вот такой объем электрической жидкости, который равен площади сечения, умноженной на среднюю скорость движения электронов. Если мы домножим это на концентрацию электронов, то мы получим просто число электронов, которые были в этом объеме, и которые протекли через поперечное сечение провода. Домножим число электронов на заряд одного электрона, и мы получим полный заряд, протекший за одну секунду, то есть величину силы тока. Ну, из этой формулы легко выразить скорость носителей. Вот, я ее записал. Это сила тока, деленная на площадь, концентрацию электронов и заряд одного электрона. Но при этом силу тока характерную и площадь сечения провода мы можем задать и сами. Заряд электрона мы знаем, а концентрацию электронов нужно оценить, сделать следующий шаг в нашем рассуждении. Будем считать, что у нас имеется медный провод, и вот карточка меди из периодической таблицы элементов Менделеева. Ну и видно, что внешнеэлектронная оболочка атома меди состоит всего лишь из одного электрона, и этот электрон не привязан к атому меди в металлическом состоянии. Все эти электроны, как говорят, обобществлены. Именно они являются электронами проводимости. Значит, на каждый атом меди приходится один электрон проводимости. И чтобы посчитать концентрацию электронов, мы можем посчитать вместо этого концентрацию атомов меди. Как же это сделать? Ну, можно поступить следующим образом. Мы возьмем плотность, то есть массу одного кубометра меди, и поделим на массу одного атома. И тогда у нас и получится, сколько атомов меди содержится в одном кубометре, то есть концентрация. Плотность меди нам известна. Это 8900 килограммов на кубический метр. И нам осталось посчитать массу одного атома. И здесь нам опять на помощь приходит эта карточка, которая говорит нам, что масса одного атома меди составляет примерно 64 атомных единиц массы. То есть это примерно масса одного протона. Тогда мы можем записать, что масса одного атома меди это 64 умножить на одну атомную единицу массы, то есть массу одного протона. То есть примерно 1,7 на 10 минус 27 килограмм. Ну, грубо говоря, это 10 в минус 25 килограмм. Это и есть масса одного атома меди. Можем сюда подставить и с точностью достаточно для нашей оценки записать, что у нас, ну, это примерно 10 в четвертый, делим на 10 в минус 25, получаем примерно 10 в 29, чего? Ну, штук электронов в одном кубическом метре. Концентрацию электронов мы нашли, и теперь мы можем вернуться к исходной формулы для скорости электронов. Значит, вот у нас выписаны значения концентрации, заряд электрона известно 1,6 на 10 минус 19 кулона, а вот силу тока, ну, характерная сила тока в бытовых устройствах порядка 1 ампера. И сечение провода порядка 1 квадратного миллиметра, то есть 10 минус 6 квадратного метра. Конечно, бывает и меньше, бывает и больше, но характерное сечение примерно такое. Ну, в числителе у нас стоит единичка, а в знаменателе надо все перемножить. Ну, и считаем, прежде всего, порядки степеней, 29 минус 19 минус 6, это будет 4. Значит, в знаменателе стоит 1,6 на 10 четвертой. Стало быть, у нас получится примерно 10 минус 4 метра в секунду, то есть 0,1 миллиметра в секунду. Вот такая приблизительная скорость движения электронов по обычному медному проводу. Здесь невольно возникает вопрос, как же так? Если электрический ток проходит за 1 секунду, 1 десятую миллиметра, то 1 миллиметр он проходит за 10 секунд, а 1 метр за 10 четвертой секунд, то есть за 3 часа. Ну, разве так может быть? Ведь когда мы нажимаем кнопочку выключателя, свет зажигается не через 3 часа, а практически мгновенно. И здесь надо различать две вещи. Одна вещь – это среднюю скорость движения электронов по проводу, а другая – это скорость распространения сигнала. То есть когда мы прикладываем напряжение, то электрическое поле распространяется со скоростью примерно равной скорости света – 300 тысяч километров в секунду. И электроны, как вагоны в длинном поезде, они сразу толкают друг друга, и электрон на другом конце, он приходит в движение практически мгновенно. А электрическая жидкость течет неторопливо, оказывается вот с такой ничтожной скоростью. С постоянным током мы уже разобрались, а теперь стоит поговорить про переменный ток. И там, кроме скорости движения электронов, есть еще характерная частота. Ну вот у нас в обычной бытовой сети частота электрического тока 50 Гц. Это значит, что 1 сотую секунды половина периода электроны движутся в одну сторону, а 1 сотую другую половину периода они движутся в другую сторону. Ну и, естественно, оценить, а какое расстояние они за это время успевают пройти. Значит, скорость движения все равно будет по порядку 1 десятая миллиметра в секунду, и за одну сотую секунды электрон пройдет ну максимум, значит, одну тысячную миллиметра, то есть всего лишь один микрон. И это характерное смещение электронов в сети переменного тока. И вот мы узнали кое-что новое из интимной жизни электронов. Но надо сказать при этом, что для электротехники и, наверное, для большинства приложений электроники все эти сведения не очень-то и важны. Потому что основное, что должен знать электротехник, это величину тока. А уж как этот ток создается? Либо маленьким числом очень-очень быстрых носителей, либо, наоборот, огромным количеством носителей медленных. Не имеет для него ровно никакого значения. Все эффекты – это эффекты тока. И на этой позитивной ноте я хочу поблагодарить вас за внимание и до новых встреч!